Рекорды по росту ипотечного кредитования и бум в сфере строительства ожидают эксперты рынка недвижимости в этом году. Несмотря на пандемию, 2020 для отрасли завершился 8-процентным ростом объемов сдачи жилья. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, скажи, а ждать ли роста цен на недвижимость? Да, Гульнар, аналитики ожидают, что рост цен произойдет с весны этого года. Свыше 14 миллионов квадратных метров жилья сдали казахстанские компании в прошлом году. Это на 8% больше, чем в предыдущем. На 40% выросли объемы сдачи жилья в Нур-Султане. Такой статистикой делится международный эксперт в сфере недвижимости Лев Титин. Он отмечает, что в 2021 в Казахстане планируют сдать свыше 15 миллионов квадратных метров. Как и в минувшем году, драйверами рынка выступят льготные ипотечные госпрограммы. По прогнозам эксперта, объем жилищных займов по ним в этом году будет расти и может достичь показателя в 3 миллиарда тенге. Это окажет влияние на рыночные цены. Зимой на рынке недвижимости традиционное затишье. До марта квартиры могут подорожать примерно на процент. Активный сезонный рост цен начнется со второго квартала года, прогнозирует аналитик. По его подсчетам, жилье в новостройках в этом году подорожает в среднем на 12-15%. На вторичном рынке порядка 10%. Вместе с этим эксперт делится опасениями, что рекордные объемы ипотечных займов и растущие цены могут привести к перегреву рынка уже в следующем году. Можно предположить, что 2020 год дал импульс к формированию пузыря на рынке жилой недвижимости. Льготные программы кредитования стимулировали покупку недвижимости даже в разгар пандемии. Средняя ставка по ипотеке ниже базовой, что практически убивает коммерческую ипотеку. Помимо этого, строительные компании активно включились в эту игру, понимая, что они драйвер экономики. При уменьшении льготных программ нас может ждать череда банкротств на строительном рынке. Влияние на рынок недвижимости в этом году окажет и досрочное снятие пенсионных накоплений. По подсчетам Льва Тетина, для улучшения жилищных условий казахстанцы могут извлечь в общей сложности свыше 1,5 трлн тенге или 13,5% от всей суммы вкладов. Аналитик отмечает, что это может стимулировать 15% рост числа сделок купли-продажи. Растущий спрос также повлияет на цены, считает эксперт. Напомню, отбасы банка запускают онлайн-платформу, где казахстанцы смогут удаленно оставить свои заявки. Сообщается, что для этого пользователю достаточно иметь электронную цифровую подпись, а также нужно указать цель, на которую он хочет потратить часть пенсионных накоплений. И напомню, что сегодня в стране проходят выборы в Мажелис и Маслехаты. Всем участникам избирательного процесса, согласно постановлению санитарного врача, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Мы по случаю решили выяснить, сколько стоят медицинские маски в разных регионах Казахстана. Об этом в нашей постоянной рубрике «Карта цен». От 35 тенге начинаются цены на маски в аптеках Кукшетал. В Уральске от 40 тенге. Такая же стоимость в Атырау. В Усть-Каменогорске 50 тенге. В столице маски стоят в среднем 60. И в Алматы 65 тенге. Мировые цены на газ взлетели до рекордных значений. Причина в резком похолодании в Европе и Азии, а также перебоях с поставками. Максимального уровня за десятилетия достиг азиатский спотовый индекс «Сплетс» GKM. На торгах в Северо-Восточной Азии тысячу кубометров голубого топлива продают более чем за 700 долларов. Отмечу, в этом году зима также не балует теплой погодой и жителей Европы, что заставляет страны активнее тратить топливо. Цена на него уже превысила 250 долларов за тысячу кубометров. Как сообщает «Интерфакс», более чем на 40% сократилось поступление газа в Европу, снижаются и запасы. Все объемы уходят в азиатские страны. Напомню, в Казахстане предельную оптовую цену на топливо в ближайшие три месяца решили не поднимать. По данным Минэнерго, на сегодня предельная цена тонны газа без учета НДС составляет чуть более 38 700 тенге. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 418 тенге 96 тенов, евро 512 тенге 89 тенов и российский рубль 5 тенге 63 тена. Гульнар, это были все деловые новости к данному часу. Эфир ваш. Индира Тегжанова представила деловые новости, а мы продолжим.